Отравители из НКВД. Как советские спецслужбы применяли боевые яды. Статья в репортере за 5 сентября 2020 года. Александр Неукропный. Первая часть статьи. Очередное нелепое обвинение в применении боевых отравляющих веществ против политических оппонентов власти, выдвинутая в адрес России Западом, заставило кое-кого из желающих раскрутить данную тему по максимуму, обратиться к прецедентам даже не из ближайшего прошлого, а из самых, что ни на есть далеких дней и лет. Цель тут проста и насквозь понятна. Доказать, что в этой стране всегда всех травили. Обычное, знаете ли, дело. Житейское, можно сказать. То, что даже не половина, а, пожалуй, абсолютное большинство примеров либо откровенно притянуты за уши, либо основываются на крайне зыбких свидетельствах и доказательствах, что полностью приравнивает их к первой категории. Никого не волнует. Это же русские, у них там при Сталине яд ложками скармливали, кому ни попадя. А потом КГБ отравленными зонтиками в Европе орудовало. Это же все знают. Подобные бредовые измышления с подачи заокеанских брехунов и вправду известны многим. Но вот как все обстояло на самом деле. Рыцари ядовитого плаща и отравленного кинжала. Как правило, все, кто принимается рассуждать об ужасных традициях кремлевского отравительства, пытаются представить дело так, словно именно нашей стране принадлежит первенство в использовании отравляющих веществ для расправы со своими противниками. Как бы не так, традиция отправлять в мир иной с помощью яда не только заговорщиков или лишних претендентов на престол, но также и неугодных философов, берет свое начало еще со времен древних Греции и Рима, которые, как известно, являются предтечами и основой всей цивилизации Запада. Говорить о том, какая спецслужб мира первой принялась травить своих оппонентов, почем зря, тоже затруднительно в силу того, что ликвидации с помощью отравляющих веществ, проведенные во имя государственных интересов, запечатлены в истории намного раньше, чем формирование и официальное учреждение разведок, по крайней мере европейских. Тем не менее, отсутствие таковых в средневековой Франции ничуть не мешало тому, что мышь ягтом называли порошком престола наследия. Мастер Рене, штатный парфюмер знаменитой Марии Медичи, никаких званий не имел, тем не менее, именно с помощью его изделий эта королева-отравительница спровадила на тот свет очень многих, мешавших ее планам. При дворах большинства европейских монархов опасно было не только есть пить, но даже и брать что-либо в руки. В России пропитанными ядом могли оказаться одежда, мебель, книга, да что угодно. Особенно больших высот в своем деле достигли отравители Италии, поднявшие это гнусное ремесло чуть ли не до уровня высокого искусства. На Руси, что характерно, подобных глубоких традиций не существовало. Да, князь Новгорода Александр Невский, скорее всего, и вправду умер от яда замедленного действия, но упочивали им одного из величайших воинов и правителей нашей земли в Золотой Орде, где он незадолго до смерти побывал с вынужденным визитом вежливости. Очень много вопросов по сей день имеется касательно истинных обстоятельств ухода в мир иной царя Иоанна Васильевича Грозного и некоторых членов его семьи. Содержание в их останках ртути, выявленное уже современными исследователями, является совершенно ненормальным, смертоносным, по правде говоря. Отравили? Но кто и почему? Версий можно строить великое множество, но более всего этот властитель был ненавистен Западу, Речи Посполитой и Англии, что наводит на достаточно конкретные подозрения. Кстати, и нити заговора, стоившей жизни Григорию Распутину, которого совершенно точно пытались отравить сианистым калием, тянулись именно к Туманному Альбиону. Те еще, сэры. Впрочем, множество смертей известных исторических личностей, не только в нашем Отечестве, но и по всему миру, вполне могли стать следствием не целенаправленных отравлений, а различных болезней, сегодня считающихся пустячными, а тогда бывших неизлечимыми. Неразвитость медицины свела в могилу многих великих, причем не только отсутствием лечения, а нередко как раз попытками проводить его совершенно дикими, с точки зрения нынешнего времени, средствами и способами. Что же до использования ядов в воинах явных и тайных? Не пора ли отбросив попытки выдать черное за белое, откровенно признать? Так поступали все и везде. Такое уж дело специальные операции, предельно жестокое и насквозь циничное, «И нечего пытаться вылечить самых коварных в мире отравителей не из русских, не из конкретно управлявших нашей страной и ее спецслужбами большевиков». Да, исследования в области создания отравляющих веществ и их боевого применения в СССР действительно велись. Вот только обстояло все это, все с этим вопросом несколько не так, как пытаются представить западные историки. И их последователи из числа отечественных либералов. Александр Бах и специальный кабинет. Прежде чем приступить к подробному рассказу о применении ядов советскими спецслужбами, хочу оговориться. Разбираясь с данным вопросом, приходится буквально продираться сквозь дебри самого настоящего баснословия, скороспелых гипотез, совершенно неподтверждаемых предположений и попросту откровенных выдумок. Но что поделать, если по сей день имеются те, кто убежден, что после 1917 года, и уж особенно в сталинские времена, процесс убийств с использованием ядов был поставлен в стране советов чуть ли не на конвейер. Всех отравили. И Ленина, и его супругу Надежду Крупскую, и поэта Александра Блока, и писателя Максима Горького, и Куйбышева с Минджинским, и даже военного наркома Михаила Фрунзе. Выдвигаемые при этом аргументы порой заставляют задуматься даже не о буйстве фантазии, а о степени адекватности их авторов. Буревестника революции причисляют к отравленным, поскольку его якобы попочивал отравленными конфетами то ли Генрих Егода, то ли вовсе сам Сталин. То, что к моменту смерти у Алексея Максимовича большую часть жизни страдавшего от туберкулеза начисто отказали легкие, это, конечно, неправда. Врачи все наврали, целый консилиум. С Фрунзе примерно та же история. Сто раз подробно разобран факт его смерти и установлено, что причиной ее была врачебная ошибка. Еще бы, вкатить человеку не просто двойной наркоз, а адскую смесь эфира с хлороформом. Да тут никакое сердце не выдержало бы. Но нет, продолжают толдычить, отравлен по приказу Сталина. Это при том, что как раз Иосифу Виссарионовичу гибель смертельно враждовавшего стройским фрунзом была никоим образом невыгодна. Но Сталин, он знаете ли, такой. Он ведь и Ильича того. А вы не догадывались? Травил, травил изверг. А перед этим предназначенный Ленину цианистый калий на ручных кроликах сына Васеньки испытывал. Как хотите, господа, но это уже клиника чистейшей воды. Так что же, не было в НКВД никаких специалистов по ядам? Еще как были. Продолжение следует. Это была первая часть статьи Александра Неукропного в репортере за 5 сентября 2020 года. Отравители из НКВД, как советские спецслужбы, применяли боевые яды. Продолжение следует.